Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо! Я Роман Карасьев, и сегодня мы ведем небольшое интервью из Турции, где в эти дни проходит большой тренировочный лагерь олимпийского чемпиона Хусейна Оскана. И здесь вот мне довелось встретиться с интересным человеком, который вот приехал из Англии и со своими детьми. Вот один из них сидит здесь, другой за кадром, и его супруга, который нам будет помогать переводить. Иэн Смайт. Здравствуйте. Здравствуйте, приветствую вас. Ну, я думаю, вы все поняли, да, что Иэн поздоровался со всеми. Итак, мы начинаем. Иэн, скажите, когда вы начали занятия дзюдо, и почему именно дзюдо? Иэн, когда вы начали делать дзюдо, и почему дзюдо? Я начинал дзюдо, когда я был 11 лет, в маленьком городе, в маленьком городе, в Норфе, в Норфе, в Норфе, в Норфе, и я делал это, потому что мой дзюдо был 5 дзюдо, и мой дзюдо, и мой дзюдо, и мне приглашали меня на дзюдо клуб, потому что я был довольно маленьким, для моего дзюдо. Поэтому, когда я был 11 лет, моя первая сессия была в дзюдо клубе в Норфе, и у нас было около 11-12 лет, и мы только 6 месяцев, и я был только один после 6 месяцев. Поэтому, да, я начинал, когда я был 11 лет. Я начал заниматься дзюдо в 11 лет, потому что мой дядя был тренером по дзюдо, у него был 5 дан, и моя мама, она мотивировала меня заниматься дзюдо. Я родился на севере Англии, в маленьком городке, и было около 12-15 человек в клубе, и мы начали заниматься. По его мнению, дзюдо это сложно или просто? What do you think, дзюдо, it's difficult to do judo, it's difficult or it's easy? Well, if you ask me, when I was 11 years old, it was difficult. But... It's quite a complicated sport, but once you know the basics and the fundamentals, it gets a lot easier. В 11 лет это сложно, но когда ты достигаешь определенного уровня, становится легче, вообще дзюдо достаточно сложный спорт. Когда он был ребенком, вот что его зацепило, или что было основным, что он решил остаться. Понятно, что мама и дядя его мотивировали, но все-таки за ним же выбор был остаться или нет. Что было таким важным, что он остался. Когда ты был маленьким, почему ты выбирал дзюдо? Почему ты никогда не уйдешь? И просто... В первом году я нашел дзюдо довольно тяжелым. Но после этого года я начинал улучшение. И когда я начинал улучшение, я начинал улучшение. Улучшение в дзюдо. Когда я был маленьким, первый год было очень тяжело. Но когда я стал чего-то достигать и улучшать свое дзюдо, я стал получать удовольствие. И когда ты начинал улучшение, то ты начинал улучшение. И ты начинал улучшение в дзюдо. И мы делаем в дзюдо, и мы делаем в дзюдо, в белых цветах, в белых цветах, в белых цветах, в белых цветах. И далее, когда ты улучшаешь свою технику, ты получаешь удовольствие, ты достигаешь определенных уровней, меняются пояса. И когда я вовремя 16, я получил первый дзюдо. И когда мне было 16, у меня был мой первый дан. И именно тогда я начал действительно изучать дзюдо. Учиться чему-то действительно. Кто-то из, вот когда он уже повзрослел, кто для него из мастеров дзюдо в то время был такой значимой фигурой, на кого он как бы, не то что может быть, хотя бы похож, но которые добавляли ему мотивацию к занятиям. и кто-то мотивирует тебя, жидо-плеер? Да. У меня было несколько мотивационных игр. у меня было несколько лет. Это был Нил Адамс. Это был Нил Адамс. Яширо Ямашту. Яширо Ямашту. Яширо Ямашту. Яширо Ямашту, яширо Ямашту. И Катсухуки Кашевазаки, Я понял, что говорит про Кашивазаки и вообще японских дзюдоистов, которые дали ему дополнительные стимулы в технике и вообще в их мастерстве, которые добавляли ему мотивации в продолжении занятий. Это Нил Адамс, ну, конечно, всем известный, и он сегодня продолжает демонстрировать свое мастерство и продолжает передавать молодым поколениям. Есть такой кодекс дзюдоиста, моральный кодекс дзюдоиста. Я уверен, что знает об этом. Я думаю, что каждый дзюдо тренер знает кодекс дзюдоиста. Если ты его не знаешь, то это большая проблема. Ну, вот кодекс дзюдоиста, он подразумевает некие такие качества человека, как доброта, порядочность, трудолюбие, дружба. Вот такие этические стороны человеческого взаимоотношения. Да, это об уважении твоего противника. Об уважении тех, кто выше тебя, тех, кто слабее тебя. Friendship and... И так далее. Но у меня вопрос. Вот как он думает, вообще занятия дзюдо могут ли дать человеку вот эти вот раскрытия, или дать эти качества, да, быть дружелюбным, быть уважительным, быть порядочным, трудолюбивым? Или это должно быть у человека, или вообще дзюдо никак не может повлиять на человека, если в нем нет, не заложены эти качества. Что ты думаешь, дзюдо может влиять на твою жизнь? Можно ли ты становиться более приятным, более honest, не так лазерным? Да, я думаю, да, дзюдо формирует личность, и если бы не дзюдо, я была бы совсем другим человеком сейчас. Сегодня вы присутствуете на тренировочном лагере, достаточно крупном. Его впечатление о том, что вот происходит. What's your opinion about this camp, Khojaeli camp? It's a very good training camp. Because these two, my two children, could never experience this in England. They could never experience practicing with Uzbekistan, with Kazakhstan. They could never experience practicing with kids from different nationalities. But it is different, because they've got different cultures. So it's a tudo, but it's a different form. And also, I think he was saying earlier before, it's a lot of randoris for children. But it's up to the individual coach to control the randoris for the children. It's important to not push them so much into the randoris. Give them a rest in between fights, in between contests, and don't push them too hard. So instead of doing 12 randoris a session, they can do 5 or 6, which is enough for an 8-year-old or a 10-year-old. And it's good that there is a lot of randoris. And kids can train them. But trainers should look for children. They should look for children. ... The... ... I have a question for... ... 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 Сегодня дзюдо очень омолодилась, очень с раннего возраста ведут на занятия дзюдо, вот он пришел только в возрасте 11 лет, а сегодня уже там 4-5 лет начинают повлекать в интенсивную специализацию. По его мнению, насколько это хорошо или это плохо? Что ты думаешь о том, что дзюдо превратился младше, маленькие дети, очень маленькие дети, родители поставили дзюдо. Что ты думаешь о том, что это хорошо или не хорошо? Да, я могу понять эту вопрос, но это не происходит в Европе. Я думаю, что это же самое, как это было 20 лет назад, 30 лет назад в Европе. Я думаю, что в Азианской стране, и даже в Турке, которые я думаю, что в Азианской стране более Европейской страны, я думаю, что они становятся гораздо более молодой. Я думаю, что если это не было 20 лет назад, то это не будет хорошо. Но надо смотреть на болезни для молодых людей, которые могут быть проблемой. Но я думаю, что если это правильно, то это хорошо. Он думает, что в восточных странах, в Турции, в азиатских странах, хотя можно ее назвать и европейской страной, начинают заниматься дзюдо в более раннем возрасте, чем в Англии. Он считает, что это неплохо, если контролировать ребенка и не допускать никаких травм. Не форсировать, наверное, да, процесс тренировочный. У него два сына занимаются дзюдо. Это было его желание привлечь детей на занятия дзюдо. Это было вашего желания, чтобы организовать все это. Или они у них были выборы? В early on они не были выборы, но я их не пустил. Но, серьезно, я никогда не пустил их. Если они не хотели, то они не хотели. Но, если быть серьезным, я никогда их не заставлял сильно. Если им нравится, я бы им не заставлял их. Если бы им не нравилось, я бы их не заставлял. Особенно в соревнованиях. Я бы их не заставлял. Для родителя, что является важным в том, что его дети занимаются дзюдо? Какая его родительская задача в этом состоит? Может быть, цель? Что бы они стали великими чемпионами? Или общее развитие? Или что бы они стали чемпионами? Или это просто физическое? Для того, чтобы развить личностные качества, чтобы они были вовлечены в соревнованиях. Здесь все. Все вместе. Все вместе. И он будет рад, если, конечно, у них будут медали. Будут достигать чего-то. Ну и в заключение, я бы хотел попросить что-то сказать молодым начинающим дзюдоистам. Какое-то свое пожелание, как человек, который много лет тоже посвятил дзюдо. Что бы мог он сказать напутственные слова. Можно сказать несколько ровных старцев, которые просто начали дзюдо? Детям или взрослым? Можно и детям, и взрослым. Бофф. Бофф. Для взрослых это отличная возможность быть в форме и заводить друзей. И это лучше, чем просто ходить в тренажерный зал. Ты намного будешь спортивнее и намного лучше заниматься дзюдо, чем просто посещать спортзал. И для детей это все про спорт. Дисциплина. Дисциплина. Образование, уважение. А также новые знакомства, друзья. И они сделаны друзья из всего мира. У них друзья со всего мира. У детей. Турки. Энгланд. Афганастан. Спасибо большое. Энгланд. Я благодарю тебя за такую возможность пообщаться. Ну вот может быть что-то твой сын скажет молодым дзюдоистам, с кем он сейчас боролся, здесь тренировался. Спасибо. Не хочешь ничего сказать? Нет. Спасибо. Спасибо большое. И тебе. Спасибо. Энгландр. Да. И вам спасибо. Ну вот, уважаемые зрители, вы немножечко узнали о том, что думает от дзюдо и с туманного альбиона. Так можно сказать, да? До новых встреч. До свидания. Продолжение следует.